Вы задали этот вопрос, а что всё-таки, что его толкнуло на то, что он пошёл добровольцем? Вот, как мне кажется, то мужское начало, которое в нём заложено, даже тогда, в 18 лет, оно уже тогда было, именно это его толкнуло, и именно это на меня произвело впечатление, сразу, как только вот я Владимира Абрамовича уже узнала как человека, это чувствуется, что в нём какой-то стержень такой есть. Кинохроника, раз. Журналистов пригласил, два. Безусловно, оркестр. Слушай, это же шум на всю страну, на весь мир. Да, можно и оркестр, но вот чего я опасаюсь, как бы Трубников не стал палки в колёса совать. Что? Это же честь для него, честь для всей области. Да, но вы же знаете его характер. Беру его на себя. Считайте это моим партийным поручением. Владимир Абрамович, а помните первую смерть, которую вы увидели на войне? Одну смерть помню. Это в цепи, я был в цепи. Посадка какая-то. И рядом со мной, по-моему, сержант, почему-то не помню было. В общем, его ранило в грудь. И я не знаю, понимаете ли вы, что такое пневмоторакс? Нет, не понимаю. Это когда задето лёгкое, и невозможно дышать. И его надо, надо вертикально его попасть. Но бой идёт. Я его, значит, так на коленках был, и вот так подтянул его, чтобы он оказался вертикально. Так что его голова здесь вот была у меня. Бой. Стреляют немцы. И вдруг эта голова так, значит, он немножечко вроде, я как-то заткнул, всё-таки не помнил, потому что он, в общем, начал немножко дыхать, дышать, и вдруг так, раз. Пуля, которая шла мне, попала ему в голову. Когда он был у вас на руках? Да. А вас как ранило? Как это произошло? Ну, очень просто. Прозаически. Меня ранило очень просто. Я был в бою, в настоящем бою, в цепях. Поднимал в атаку солдат. А потом всё, бой кончился в 4 часа, там, я не знаю сколько. Я пошёл назад, подошёл к окопу, где командир батальона был, а мне ещё надо к командиру полка ещё дальше, в тыл. А немцы были вот как вот эта посадка, ну, может, чуть дальше. Вот так они были, вот лес. И они видели нас, мы видели их. Но бой уже кончился. Но какие-то пульки так, разрывные пульки. Пульки. Да, задевали, что-то такое там. Но это уже, в среди того, что было, это ерунда. И вдруг эта пулька меня нашла. Разрывная. Да. С чем сравнимы ощущения? Ну, это боль, страшная боль. Боль. Дикая. Ты рассказывал, что было ощущение, как будто рота солдат раскачала здоровый рельс и ударила в бедро. Да, в бедро. И мысли какие? А мысли только... А мысли какие-то. И опять ты рассказывал, что ты не мог понять, есть у тебя, ты полз, не мог понять, есть или нет, не чувствую. После того ранения вы прошли несколько госпиталей и потом комиссовали вас? Да. Я инвалид второй группы. И вы вернулись в Москву? Конечно, да. Первую награду за что вы получили? Первую и последнюю на фронте. Красной Звезды. Самый почетный солдатский орден. Да. История, которую вы сейчас увидите, и которая произошла на моих глазах, еще не произошла. Садитесь. Спасибо, я поставил. Гражданин жилья. А как? А он не может сесть. Владимир Иванович, для того, чтобы вас вооружить знаниями для будущей жизни, чему пытались родители научить вас? Вы знаете, родители ничему не пытались научить, но я увлекался, я, например, ну, помню, как папа мне купил лошадь игрушечную. Ну, она была очень натуральная. И я ее приспособил, я был извозчиком. Я ее запрягал, ставил один стул, вот так переворачивая, это были козлы, а дальше был стул, вот в натуральном виде, сажал бабушку. И грудная сестра была, или там... Сестра, сестра. Сестра, да. И она с ней, и они ехали. С ветерком. С ветерком, да. А я говорил, ну, и так, и помню, до сих пор помню, как бабушка меня поцеловала, будучи пассажиром. Я страшно разозлился. И потом мне рассказывали, конечно, что я кричал, что извозчиков не целую. Какой интересный мальчишка-то. Да. Не отвлекаете водителя во время езды. Ну да, ну да, ну да. Нет, ну вы знаете, я-то считаю, что это уже актерская природа во мне говорила. Потому что, ну... То есть вы были извозчиком в тот момент? Да, я был извозчиком. Владимир Абрамович, расскажите, пожалуйста, о своей маме. Какая она у вас? Хорошая. Мама хорошая. Она, к сожалению, покинула нас очень рано. Мама есть мама. Очень рано сколько вам было? Мне... Ну, я был уже женат. Ей было 51 лет. А в детстве, вспомните, пожалуйста, ведь родители, естественно, хотят детям отдать самое лучшее. Вы жили скромно в таких стесненных условиях, но старались же папа и мама вас подчеркнуть. Конечно, конечно. Чем они могли вас побаловать? Я помню один случай, когда, значит, я был школьником уже, и я ел какой-то бутерброд с маслом, а мама тут засидела и ела просто хлеб. И я чувствовал, что у меня совесть за меня, что-то такое беспокоит меня. Но вот отдать ей мой хлеб с маслом, я этого не сделал. Ну, ведь это запомнилось на всю жизнь. Да, запомнилось. Я очень рад, что у вашей передачи, у вашей программы есть такая традиция. Я хочу тоже в ней участвовать. И хочу вот этот символ долголетия и мудрости совенка подарить мальчику Саше. Пускай он его охраняет. Пускай этот совенок стимулирует дальнейший его рост. Чтобы он это помнил. Спасибо вам, Владимир Абрамович. Хочется от всех, пока все дома, вам и всем, принесшим победу, высказать свое уважение и благодарность. Спасибо вам за ваши умные вопросы, которые позволили мне раскрыться и действительно рассказать о том, что было. Это важно. Интервьюируемый, он может рассказывать правду. Говорит тогда, когда собеседник находит правильный контакт, а вы это умеете делать. Я вам благодарен. Спасибо вам. Спасибо.